Друзья, здравствуйте! Вы на канале Фарнаксфильм. Сегодня мы вам расскажем, как сэкономить на дымоходе для бани. Установим одностенный дымоход и покажем, как это сделать безопасно. Чугунная печь Сибирь-24 уже протоплена и установлена. Также за кадром осталась подготовка основания и кладка фронтальной кирпичной стены с заходом на боковую стену. А мы сейчас отвесимся, определим центр оси дымохода и проделаем в перекрытии отверстие под проходной короб. Размеры его 600 на 600 миллиметров, как и чем мы его будем наполнять расскажу далее. А пока нужно справиться не только с вагонкой и обрешеткой, но и с двумя мощными балками, между которыми и будет проходить дымоход. Вход идут пива и топорик, и мы сужаем в месте прохода короба толщину балок наполовину. И естественно для монтажников такое расположение балок не было сюрпризом. Еще при замере и демонтаже старой печки определили примерное расположение будущего дымохода. Ну а дальше начинаем формировать короб. Вот из таких матов делаем внутренний короб. Минеральная вата Rockwell Fire Buds с температурой применения до 550 градусов. Обычно в наших роликах вы видите три слоя попарно установленных пластин, а в этот раз защита нужна помощнее. Непривычно маленький короб, потому что у нас пройдет монотруба. Ваня, здесь сделаем два слоя изола, да? Да, сделаем два слоя изола, потому что здесь рядом балки проходят. Про супер изол или изосил или скамол тоже неоднократно рассказывали и даже испытывали его на прочность. Печку поставили на подиум. Печь Сибирь чугунная, мощная. Дальше будем гнать трубу. Здесь будет установлен теплообменник. После чего двумя коленями выведем дымоход в кровлю. Нужно максимально отступить от вот этой стены, так чтобы у нас ровно между балками прошел дымоход. В декоративном фланце разметили отверстие и делаем его диаметром чуть большим, чем диаметр трубы. Это сделано специально для удобства выравнивания по вертикали дымохода. Щель потом закроется юбкой. Перед тем, как фланец прикрепить к потолку, не забываем проложить под него базальтовый картон. Дымоход в этот раз собираем по дыму. Стартовый модуль у нас теплообменник. Дальше подрезанная труба, шибер. Сейчас мы его скрепляем хомутами. Дальше двумя отводами смещаем центр оси дымохода. Для того, чтобы труба проходила по центру короба. Да, между балок. Ну и, собственно, идем дальше на крышу. На самой крыше вокруг места выхода трубы убрали части брешетки и чуть позже, когда закончим с выводом дымохода, набьем получившийся короб базальтовой ватой. Вот это стропило сейчас закроем еще суперзолом. Пусть вас не смущает две трубы на крыше, старую сейчас демонтируем и в месте ее выхода починим кровлю. А, у нас оголовка нету, да, Ваня? Да. Вот, друзья, один из редких, но интересных случаев, когда устанавливают дымоход в бане не сэндвич, а монотруба, одностенная труба, которая выходит прямо на крышу. И у нас получилось. Первый модуль это теплообменник, далее у нас есть короткая труба, шибер, двумя отводами мы отвели ось дымохода подальше от стены для того, чтобы пройти строго между двумя балками, которые у нас находятся в перекрытии. Ну, а дальше просто погнали 3,5 метра трубы и вышли где-то на уровень где-то плюс 30 сантиметров выше конька. На кровле вы видели, что мы уложили кровельный проход, стальной кровельный проход и плотно подогнали его под геометрию металлочерепицы. Напомню, что все, что вы видите в наших роликах, было приобретено в магазине Форнакс, в том числе и материалы для монтажа. Обязательно заходите на сайт форнакс.ру и в наши розничные магазины. У нас постоянно действуют интересные акции и очень много выгодных предложений. Ну, а я желаю вам легкого пара. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok